Так, мы идем дальше. Следующее, что я ставлю, это обычно программа для создания скриншотов. Потому что постоянно приходится сотрудникам что-то давать задания, показывать на сайтах, что переделать, что сделать. Ну и очень часто в других ситуациях скриншоты помогают. Напомню, что скриншот — это снимок экрана, на котором обычно наносятся какие-то пометки, стрелки, и делается это все с помощью обычно специальных программ. Есть несколько программ, которые на сегодняшний день лидируют. Из бесплатных — это программа Joxy. Можете найти ее на сайте joxy.ru. Видите, здесь можно сделать скриншот и потом нанести на него определенные поясняющие элементы — текст, стрелки и так далее. Но я пользуюсь другой программой, которая называется Clip2Net. Clip2Net вот таким образом. Я когда-то купил у них просто платный аккаунт, поэтому, в принципе, он ненамного лучше, чем Joxy. Но просто у меня тут оплачен платный аккаунт, поэтому я использую именно эту систему. Ну и здесь, в отличие от Joxy, есть несколько полезных фишек, которые позволяют в том числе и файлы передавать, и видео снимать и так далее. Так, нажимаю «Скачать бесплатно». Тут есть и бесплатная, в принципе, версия, но там ограничение в том, что когда люди, которые будут смотреть ваши скриншоты, там, насколько я помню, будет показываться еще реклама. Так, все, скачался, запускаю и устанавливаю. Так, настройка параметров, выбираю Яндекс, который пытается везде у нас во все приложения залезть. Так, и... Нет, на рабочий стол мне не нужен значок. Устанавливаю. Так, все, запускаю. Все, теперь, чтобы воспользоваться всеми возможностями, мне нужно еще зайти в свой аккаунт. Так, все, я вошел. Ну и здесь базовые настройки, которые можно сразу выполнить, чтобы все работало как положено. Так, все, теперь, если я обычно сразу назначаю горячую клавишу... Так, вот сейчас зайду в настройки, и горячая клавиша для публикации экрана. Я обычно ставлю Ctrl плюс Q. Так, вот здесь Windows, я обычно ставлю Ctrl Q. Так, все, вот теперь, если я нажимаю Ctrl Q, видите, да, у меня появляется такая линия, перекрестие линий. Я могу выбрать любой участок экрана. У меня появляется вот такое окошко, где я могу там стрелками что-то указать, текст написать там. Там, ну в этом, в таком духе, да, и много других здесь инструментов есть. Затем просто нажимаю кнопку либо сохранить в виде файла, либо просто отправить. У меня в буфер обмена попадает сразу вот такая ссылочка. Я обычно ставлю не показывать окно. Все, у меня в буфере обмена ссылочка. И я ее могу хоть кому скинуть. Они, соответственно, по ней проходят и видят вот этот скриншот. Очень удобно и экономит кучу времени. Не нужно словами все объяснять. Один раз показал, и все. Так, на этом здесь все. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok